Невероятно много людей, как будто это воскресенье, как будто выходной. Денечка, ты у нас блогером растешь, да? Уже сам записывать умеешь себе. Нет света, электричество отключили. Еще в 7 часов вечера. Сейчас уже полчетвертая. У меня не спится. В общем, такой я сделала экспериментик. Ну, короче, чтобы вам было видно, стоит этим заниматься или не стоит. Девочки, белье еще не закипело. Вот только-только начинает. Но я уже вижу, что оно белеет. Прям реально белеет. Всем привет! Начинаю новый влог. В общем, сейчас я спускаюсь вниз. Одела туничку, чтобы легко было переодеваться. Дочка меня везет в торговый центр. Наверное, мы там будем примерять какие-то луки, какие-то вещи. В общем, что мы там будем делать, я не знаю, что она там задумала. Но беру вас с собой и посмотрим, что будет. Ну что, мы приехали с дочечкой в торговый центр, в Мегу. И сейчас пойдем и будем смотреть что-нибудь из вещей. В какой магазин она меня поведет, я не знаю. Но она здесь магазин знает лучше, поэтому я доверяю, пусть она выбирает сама. Всем привет! Вот она, моя красавица. Да. Ну что, заходим? Да. Пошлите! Ух ты! Слушай, я, видно, давно здесь не была. Вот это вообще что-то новое здесь. Да? Вообще, тут мейны, глянь, книжки. Тут вообще, тут даже какую-то перестройку сделали. Подержанные книжки тут вообще за копейки продают. А что здесь было? А, здесь была лестница, да, какая-то лестница или что-то, эскалатор. Нет, а что-то здесь стояли банкоматы. Это было подверстие. С другой стороны, я не могу. Короче, здесь было все по-другому. А банкоматы в той стороне? Были здесь, вот тут. У меня даже как-то карточку тут проглотило. Ага. Вот, ну и вот этих, конечно, не было бутиков здесь вообще. Здесь что-то, ничего такого не было. Смотри, дай, байк. Вот так. Мы оделись по-простецки для того, чтобы было легко развиваться. Да, чтобы можно было скинуть быстро шляпы. И плакси, и грянец. Все, пошли. Химчистка была на втором этаже. Сейчас ее сюда перенесли отелье. А это что? Ремонт обуви. Массажные. Вот типа. Так, ну а здесь вроде бы все попрежде. Здесь ничего уже не изменилось. Ух, моя красотка. Моя красотка. Едет на эскалаторе. Едет в мегу. Мы специально выбрали будний день, когда тут поменьше людей и поменьше очередей. Я тебя снимаю. А кого еще снимать? А личный оператор. Да, личный оператор. Смотри, как развивается у тебя платочка красивая. И шлепался. Ха, молодец. Ну я тоже. У меня похотняк очень смешной. Не смейтесь. А у меня еще смешнее, поэтому мой похотняк мы не будем снимать. Я еще не шлепа, в этом плачу не знаю, какие-нибудь красивые бусандовые. Идем. Идем. Так, давай решим с тобой, в какой магазин мы отправимся, чтобы снимать тебе видео на канале. Давай решим. Но так как я давно здесь не была, я уже не знаю, где тут какие цены, где тут такие вещи. Подожди. Если мы снимаем видео у тебя на канал, то нам нужно при любом найти какой-то магазин, где твои размеры есть. То есть, это уже возможно даже не Зара. Надо подумать. Давай пройдемся и подумаем, где для взрослых женщин. Да? Ну давай. Хорошо, мы когда найдем магазин, тогда отключимся. Да, может быть расскажем какой. Да. Ну все, мы определились. Мы пришли в Зару, и сейчас мы будем спать. Скажем с кого-либо, пожалуйста, какая-то женская девушка. Спасибо. Уберите, пожалуйста, каймера, не снимайте. Сейчас мы будем выбирать вещи, и тогда это будет уже на отдельное видео, а влог я продолжу. Потом. Потом. Увидимся. Пока. Девочки, прикольное освещение. Это наш школьник. В общем-то, чисто. Нормально. Пошли кушать. Что мы взяли? Мы взяли два блина от Сезар Майкини. Ты пробовала? Не помню. Попробуешь? Пойдем сядем. Пойдем. Да, классненько. Что там на катке изменилось? Ничего не изменилось. Катаются. Пойду каток покажу. Вот здесь есть каток, мои дорогие. И здесь можно кататься. Хоть зимой, хоть летом. Когда катите? Вот, девочка учится на коньках. Классно. А мы сейчас сели перекусить блинчики. До школы осталось 10 дней. Приехали в МИГу, вот в среду. И невероятно много людей. Как будто это воскресенье, как будто выходной. И очень много людей, смотри, уходят тут. В общем, движуха такая прямо. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Продолжение следует... 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 очищенная у нас вот эта штука, ну не кипяченая, просто развела ее и все, лежала-лежала, я не могу теперь уснуть, не могу, пару часов ты экимарила, уже надоела лежать, решила походить, кофе купить, купею сейчас, поляну что ты там, с магнитиками играешься, магнитик, скажи у меня магнитик, магнитик, прицепи магнитик на холодильник, давай прицепим, давай прицепляй, как ты прицепляешь на холодильник, как надо его прицепить, покажи, покажи, нет не на щечку, на холодильник давай, на холодильник, цепляй магнитик, давай вот сюда цепляй, цепляй, вот, и другой цепляй сюда, где у тебя другой еще, цепляй другой, другой магнитик, вот, все, прицепил, умничка, молодецик у меня, внучек, да, всем привет, скажи привет всем, привет, мы проснулись, у нас ночью не было света, электричество, как выключили в 7 часов, и полпятого только включили, я уснула только в 5 часов, мне что-то не спалось, из-за продукты переживала в холодильнике, думала пропадать, да, а сейчас проснулись, свет есть, но нет интернета, как это бывает, да, поэтому мы не можем смотреть мультики, у нас телевизор идет через интернет, но у нас один маленький телевизор есть, который напрямую работает, от комнатной антенны, вот там-то мультики можно посмотреть, но только в спальне, а бабушке надо готовить, кушать, венечке обед надо готовить, и поэтому я пока не могу там находиться, чтобы смотреть интернет, да, продукты у нас не пропали в холодильнике, слава богу, и мороженое не растаяло в морозилке, в общем, я думала все там накроется, но ничего, обошлось, все нормально. Где Денечка? Где там спрятался мой мальчик? Под подушками зарылся, зарылся в подушках, прячься, я тебя буду искать, прячься, оп, спрятался, прячься, прячься, Зарылся в подушках, я тоже в детстве любила зарываться в подушках. Деня картошечку любит у нас, да? Вкусная картошечка, ой, как любит Деня картошечку, набрал полный рот, любит пюре, и туда в пюре я такое детское пюре еще мясное добавляю, вот это вот прям любимая еда его. Опять набрал из пакетов у дочи, короче, я выгребла, решила опять перебрать пакеты, которые такие вот большие для мусора хорошо подходят, а тут уже и маленькие всякие разные, в общем, короче, надо лишние пакеты повыбрасывать, они тут место занимаются в пумбочке. Это вот привычка уже, наверное, не знаю, с детства, наверное, пакеты для мусора не выбрасывать. Ой, начала работу я себе, пока Денька уснул, я решила тут чем-то позаниматься, что-нибудь поделать, пока ребенок не мешает. Ну вот и все, пакетики собрала, нужные, а не нужные выбросила, а теперь, по крайней мере, видно, что тут сковородки, кастрюли и контейнеры уже все видно, все на виду. Ну вот так, а то я помню, что доча не могла найти какую-то маленькую кастрюльку, потому что здесь было очень много пакетов. Закрываем. Девочки, хочу вам сказать, вот такая вот тряпочка, это замша, ну вот самая настоящая, это вот она в такой тубе продается, это вообще-то для автомобилистов, для стекол, но она вообще очень замечательная для зеркал, для стекол в доме, она не оставляет разводов. И можно пройтись так же окна мыть, вообще классно. Просто тряпкой мокрой помыли и замшей протерли. И не нужно никаких специальных средств моющих. Вот небольшую взять лучше такую. Вообще классная, на все, на все случаи жизни удобная вещь. А еще, девочки, вот такой вот антиналет, это фаберликовский, вот у дочки есть, и себе я уже тоже взяла, очень здорово убирает камни, кальций, который, обычно она вот ванна, да? Например, вот это вот кальций. И вот его побрызгать и через несколько минут смыть. Он убирает этот кальций. Также налет вокруг этих. И унитаз тоже самое. Вот сейчас побрызгаем. Она постоит чуть-чуть и смоем. Классная вещь. Ну вот, девочки, я потерла ванной чуть-чуть. Вот через пять минут потерла и уже все. Все вытерлось. Ничего не осталось. Здесь вот прошло только две минутки. Еще пока маловато. Ну тоже вот уже я вижу, что отходит по кругу там. Ну, кстати, металл вот этот, вот эти металлические вещи, они тоже снимаются с них на лед. В общем, классная вещь. Рекомендую. Надо, чтобы еще постояло. Вообще, наводить порядок, вот эту вот чистоту делать. Это уже просто стало какой-то моей второй натурой. Вместо того, чтобы лечь полежать, отдохнуть, пока Дэни отдыхает. Я хожу и ищу где что вытереть, где что помыть. Просто нахожу себе, работаю и все. Илья. 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 ну все теперь отлично абсолютно чистое стекло девичка уже сегодня постирали белье улице жара у нас тут сплит включен вот девочки хочу уже сколько раз вам показать вот это вот дверь на балкон да и вот это вот ручка на балкон она только с одной стороны есть с обратной стороны ручки нет у нас со стороны комнаты и вот мне просто интересно какой умник придумал ручка тем более находится на такой высоте которую в общем-то трехлетний ребенок вполне достанет я боюсь иногда выходить на балкон я боюсь что мне закроет повиснет на ручке и меня закроет там я не смогу оттуда выйти ребенок в квартире останется один естественно на балкон выхожу я без телефона до позвонить не некому вот на это хотела сказать что просто вот интересно если производители кто такое вот делает придумывает этот пока не случилась какая-то беда нужно делать что крючка с обратной стороны тоже было чтобы можно было оттуда открыть дверь и зайти в квартире девочки вот эту подушку мы думали выбросить ее что ли но она уже старенькая и как бы запахи не очень хорошие и я думаю попробую я ее постирать в ванне и пока сейчас у нас жара сегодня 36 градусов будет жары она я думаю должна высохнуть ну в общем это эксперимент сейчас буду пробовать ее стирать стиральной машинки не хочу потому что будет большой дисбаланс я боюсь что машинка может сломаться поэтому не хочу рисковать машинкой так что можно взять конечно моющие средства жидкая но так как здесь много понадобится не хочу переводить я просто стиральный порошок сейчас растворю и замочу и пусть она лежит пока потом я формации видом есть стечь ну что хочу сказать девочки в общем подушку я уже постирала но единственное что конечно вот здесь вот внутри воздух и там очень долго не промокал этот пух перо там пух перо это магазинная подушка ваша не брали вот и в общем но сейчас она уже там как бы пропиталась водой она стала тяжеленькая и ничего себе в общем сейчас ей выполоскаю дам есть течь насколько смогу ее отожму и на балкон на жару прям положу пускай на там сохнет посмотрим дальше что будет чехлы сняла не стираются машинки подушку руками девочки это я подушку уже отжимала руками отжимала в рулончик скрутила уже давила давила чтобы вода оттуда повыходила и вода вместе с воздухом повыходила такой маленькая получилась рулончик такой в общем девочки еле-еле отжала подушку и вот положила ее сюда на солнышке и пусть она тут загорает сохнет подставила тазик может быть будет еще стекать ну что вам хочу сказать ручной труд вообще конечно это очень тяжело на первых тяжелая вот этот чехол он не пропускает ни воздух не воду вообще плохо очень еле-еле воздух оттуда выдавила и потом тяжелая становится и выдавливать ее отжимать тяжело в общем короче говоря что-то я погорячилась его по поводу стирки хочу сказать если есть возможность у вас купить новую подушку покупайте лучше новую подушку тем более они сейчас недорого по моему стоят ну вот во всяком случае в ашане я видела по моему на рублей 250 ну 300 но все равно лучше уже новую купить и не мучиться вот это вот потому что ну вот химчистку отдавать но опять-таки деньги вы отдадите за химчистку а новую наверное лучше купить да и все за те же деньги что вы на химчистку потратите в общем такое сделала экспериментик ну короче чтобы вам было видно стоит этим заниматься или не стоит в общем я бы сказала не стоит девочки я решила испытать вот этот вот отбеливатель для белого белья концентрат насколько он хороший насколько он вообще отстирывает как тут написано вообще слепительная белизна белье которое спаси посеревшие уже уже не белая серая стала и вот я решила его испробовать но только на хлопки потому что я нагреваю воду уже до кипения две наволочки они посерили я их уже постирала просто обычную стирку замочила сначала потом постирала стиральной машинке потом в этом отбеливателе я уже в горячую воду положила она полежала с полчасика но она стала белее да немножко но не до конца белая прям вот белая белая как должно быть пока что я вижу местами белое местами не очень вот я сейчас хочу поставила на плиту и хочу довести до кипения чтобы уже была прям горячая горячая вода и оставить чтобы она постояла и вот я нашла маечку денечки тут есть несколько пятнышек которые вот при стирке не отстирываются я думаю что закинуя туда еще майку этот рикотаж тоже хлопок ничего не сделается и потом уже по майке по этим пятнам не будет видно вообще работает насколько этот отбеливатель а вообще хочу сказать старое средство испытано давно уже временем раньше белье варили я даже у моей мамы помню была выварка и стиральная машина была активаторного типа но на так плохо стирала вот поверхностно загрязнение все если постельное белье от было много белого мама любила белое постельное белье я помню ставила на на печку выварку и уже отстиранное белье туда ложили и белизны особо никакой не было а просто хозяйственное мыло или стиральный порошок а ну вот в нем варилась ну вообще хозяйственное мыло оно имеет свойство отбеливания вот в хозяйственном мыле это вот наверное еще даже военные времена раньше дай до военные я не знаю с покон веков раньше белье варили но это нужно чтобы это была не синтетика потому что синтетика кипятка боится их синтетику вообще стирают в воде холодной или не выше 40 градусов а вот трикотаж хлопок ну трикотаж не знаю хлопок точно можно стирать в кипящей воде в смысле вот прокипятить и она уже становится белым белым ну посмотрим белье уже постояла полежала вот в этом кипятке с этим отбеливателем уже где-то около часа или может быть даже полтора часа я сюда еще добавила дыречки на трусики которые тоже по серии вот не знаю видно вообще разница да это немножко один цвет это другой если сравнить допустим с ванной белый цвет да мне портал еще недостаточно белый в общем вот эту белизну я испробовала я думаю что в принципе можно было быть постирать это стиральные машинки на 90 там 95 градусов какая температура есть и длительный процесс механические движения и в общем то может быть до этого результата было но и дошло но только надо сначала белье постирать поэтому может быть предварительная стирка должна быть сначала а потом уже на 90 градусов основная стирка вот именно с этим отбеливателем может быть такой бы результаты был но я на самом деле не удовлетворена в общем то таким результатом я хочу попробовать старый бабушкин способ еще раз закипятить белье вообще сменить воду это белье сейчас вытащу я его немножко сполосну чтобы увидеть какого цвета а потом хочу с хозяйственным мылом еще раз закипятить это все дать покипеть чуть-чуть и посмотрим вообще хочу чтобы абсолютно белое-белое стало белье вот так что я его сейчас просто выпалощу посмотрим какой в общем девочки я выпало скалопасть вот это вот белье все да но самое светлое это майка но все равно пятнышки немножечко еще видны я их вижу по крайней мере вот ну и по сравнению с майкой видно чтобы трусики они серии и наволочки они серии ну то есть они как бы стали намного светлее чем были но еще не серенькими остались в общем буду проверять сейчас бабушкин старый метод старый бабушкин метод да я взяла хозяйственное мыло ну вот я его на тёрке на крупной тёрке на вот этой вот натёрла и в общем получилась такая вот горочка у меня я не знаю сколько тут где-то три столовые ложки примерно да и сейчас налью пол кастрюли воды это большая кастрюля не знаю насколько она тут рассчитана может быть литров 7 ну пол кастрюли налью в общем воды этого достаточно и закину туда горячую воду налью растворю сейчас мыло помешаю и потом положу туда белье поставлю на плиту и чтобы она немножечко покипела потом постояла в общем посмотрим какой будет после этого результат а может быть не немножечко покипела ну сейчас будем смотреть экспериментирую в общем белье вот я уже положила сюда ну немножко не до конца растворилась мыло но все равно я буду помешивать и она раствориться кроме мыло здесь больше ничего нет все теперь я отнесу это на плиту и дам эту этому белью немножко повариться посмотрим заработает или нет все белье должно быть таким же белым как майка только с майки должны еще до конца все пятна уйти вот этого я хочу добиться получится или нет в общем вопрос девочки белье еще не закипела вот только-только начинает но я уже вижу что она белеет прям реально белеет поэтому я думаю что наверное хозяйственное мыло все таки гораздо лучше чем вот эти всякие отбеливающие порошки и даже вот эти шортики они уже светлее становятся трусики и сами вот эти наволки тоже белеют в общем короче я дамам закипеть и чтобы они еще немножечко покипели на медленном огне я так надеюсь что они должны все-таки стать прям совершенно белыми как новые я так хочу я так хочу надеюсь на лучшее старый бабушкин метод все-таки работает мне кажется получше чем нововведенные дорогостоящие вот эти все отбеливатели только нужно брать хозяйственное мыло с большими процентами чем больше процентов там на мыле написано тем больше видимо там щелочных каких-то веществ и она видимо будет просто лучше отбеливать я так считаю в общем девочки у меня на плите постояла где-то полтора часа вот это вот в хозяйственном мыле я смотрю довольно таки уже побелела белье я думаю дольше держать в общем-то уже смысла нету сейчас я все это хочу выполоскать и уже посмотреть как она будет белье выглядеть уже выполощенным в общем всего этого но я думаю достаточно по моему неплохо отбелилась я так вижу в общем-то мне уже нравится результат ну посмотрим расправим белье и посмотрим ну наконец-то я закончила свой эксперимент в общем хотела сказать белое стало абсолютно белым но не совсем так но хочу вам сказать что да not майка вот она это тот белый цвет который должен быть но на майке вот здесь несколько есть таких вот небольших сереньких пятнышек и они вот почему-то не отбелились но я не знаю какого характера эти пятна откуда они появились когда вот но в принципе в общем-то дома может еще поносить трусики стали белее чем были да они были прям серые сейчас уже такие вот беленькие стали но не на все сто процентов ну и наволочки в общем-то они посветлели конечно они были вообще такие желто-серые конкретно сейчас они посветлели но не до конца белые конечно если бы была синька их можно было бы подсинить хотя сейчас надо посмотреть может синька есть и тогда наволочки уже будут более лучше выглядеть но по крайней мере их можно пока еще не выбрасывать можно еще ими попользоваться в общем можно сказать я довольна экспериментом но не на все пять ну на 4 скажем на 4 4 с плюсом в общем можно так немножечко еще реанимировать вещи и немножечко еще ими попользоваться все девочки я вспомнила что у нас есть синька короче говоря я подсинила белье сейчас она уже после синьки она стала более холодного оттенка и уже выглядит как больше более белым вообще стало так что синька тоже это тема бабушкины хитрости скажем так чтобы белье выглядело более белым ну в общем все на этом теперь белье мне нравится уже ну что на хорошее на этом видео хочу влог свой закончить для того чтобы начать другой даты речка скажи всем пока пока кому моё видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь кто не подписан до новых встреч пока 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 скажи пока скажи пока помаши ручкой помаши скажи пока 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 все поцелуйчик молодец и молодец